Да, начало всегда сложное. Меня зовут Олег, Олег Корчагин. Я являюсь руководителем молодежной организации Кару Клуби и основателем магазина настольных игр в Нарве. Также я еще сын, отец и замечательный муж, будем надеяться. Для начала расскажи немного о себе. Я неуверенный в себе человек, однако ввиду обязанностей, которые у меня есть сейчас в жизни, как то семья, работа и руководство молодежной организации, мне приходится держать в руках не только себя, но и достаточно большую компанию людей, которые сейчас занимаются очень интересным делом и развивают это дело на просторах не только Идавирума, но и всей Эстонии. С чего все началось? Началось все с незапамятных времен. В принципе, как у большинства, наверное, заинтересованных мальчишек с игр в детстве. Компьютеры и книг в играх и, собственно, рассказах которых я себя отождествлял в большинстве своем с главным героем. И, собственно, в какой-то момент мне было очень интересно попробовать именно оказаться в шкуре этого самого главного героя, какого-нибудь рыцаря или мага Мерлина, стать королем Артуром. И шаг за шагом я, наверное, пришел к чему-то такому. Есть ли любимая настольная игра и почему именно она? Любимой нет. Есть игры, которые очень сильно запали мне в душу. В первую очередь, наверное, это Dungeons & Dragons. Это игра про как раз-таки героев и драконов, про подземелья, принцесс и магию. Игра эта была для меня такой первой серьезной настольной игрой. Понятное дело, что до этого были разнообразные монополии, книги, игры и прочее. Но вот самой, наверное, такой первой серьезной игрой была как раз Dungeons & Dragons, которая так сильно меня зацепила, что не отпускает в последние лет, наверное, уже 20. Как и когда появилась идея основания клуба и магазина? Идея основания клуба не моя. Клуб у нас появился 15, если не 16 лет назад. Он, правда, претерпел серьезные изменения за все это время. Он поменял название, поменял несколько раз руководителей. Крайним руководителем клуба стал я. А появление магазина – это скорее такое перетекание из состояния просто хобби до чего-то чуть более серьезного. Было желание вокруг нашего комьюнити создать интересное место. А для того, чтобы это интересное место привлекало все новых участников, ну, здесь нужно не только развлекаться, но и заниматься чем-то серьезным. В частности, собственно, продажей настольных игр. Расскажи, какие мероприятия, активности вы проводите? Мероприятий у нас много, и они связаны не только с настольными играми, поэтому все, наверное, охватить сейчас не получится. Но относительно настольных игр, что мы проводим? Мы проводим каждые два месяца турниры по коллекционной карточной игре Magic the Gathering. Мы еженедельно собираемся для вечеров настольных игр разных, соответственно, от Катана до Монополии и Плейгинг. Тоже, наверное, еженедельно. Мы проводим сессии по Dungeons & Dragons. В каждой сессии участвует небольшая команда героев, которая отправляется в свои путешествия. А насколько большая у вас команда вообще на данный момент? Внутренняя кухня у нас занимается сейчас, наверное, человек восемь. Ну, тут все очень сильно зависит от целей и задач. У нас много разных проектов, и в зависимости от проекта у нас появляется такая активная группа, которая, собственно, этим проектом занимается. Иногда люди даже не пересекаются. То есть, если у нас клуб занимается историческим фехтованием, историческим фехтованием у нас занимается небольшая команда, всего четыре человека. А уже настольными играми тут все зависит от настольной игры и то, кто нужен для этой игры. Если нужен мастер, который будет проводить эту игру, вот он, соответственно, этим занимается. Но самая, наверное, большая группа, которая у нас сейчас занята самым большим проектом, это группа, которая занимается организацией и будущим проведением полевой игры. Полевые игры достаточно плотно связаны с настольными, особенно в рамках того, что самая, скажем так, наша кассовая игра настольная – это Dungeons & Dragons, где каждый игрок получает себе своего героя, которого он отыгрывает, которым он рассказывает о путешествиях и приключениях, в которых его герой оказывается. То полевая игра – это как раз-таки мероприятие, где каждый участник получает себе героя или сам придумывает себе героя, которого он отыгрывает уже в реальном мире и выполняет задания и проходит приключения уже вживую, проводя время в шкуре своего героя. Такую игру наша команда проводит, будет она ее проводить уже который год подряд. В этот раз мероприятие будет проходить летом в июле под Усть-Нарвой. Анонс уже был, правда, но я думаю, что мы его где-нибудь еще разочек продублируем. С какими трудностями пришлось столкнуться и как ты их решал? Основные трудности, наверное, это организация процессов в таком нелегком деле, как руководство молодежной организации магазином. Первое самое важное – это деньги. И она, наверное, так и не решена. Мы стараемся как можем, проводим платные мероприятия и организуем выездные ивенты. А вот именно руководство командой тут, опять же, все тоже не так легко и просто. И к описанию, и к непосредственной организации. Ну, стараюсь. Каждый следующий день стараюсь быть чуть лучшей копией самого себя в прошлом. Почему именно это дело зацепило? Сложно сказать. У нас было тяжелое детство. Деревянные игрушки прибиты к полу. Воображение для нашего хобби – это очень большая его часть. Потому как игры, хоть они и проходят на столе с миниатюрами и с правилами, но все-таки писательная часть происходит в голове и воображении. И все это дело, на удивление, бесплатно и очень интересно. Поэтому, наверное, это и было одной из причин, которые прям так сильно зацепили меня в этом хобби. Что посоветуешь людям, желающим начать свое дело или находящимся в поиске такого? Не сдаваться, наверное, в первую очередь. Мы, как организация, прошли очень много очень тяжелых моментов в нашей достаточно длинной жизни. Ну и так или иначе, как мы внутри нашего комьюнити шутим, мы впервые за 20 лет вылезли из подвалов и перебрались в настоящее светлое место. Я думаю, что если у вас и правда к чему-то лежит сердце, просто-напросто нужно перетерпеть какие-то невзгоды, и все окажется намного лучше в следующем дне.